Никола Шартомский мужской монастырь под Шуей – еще один памятник архитектуры, который участвует в конкурсе «Россия-10». По легенде, монастырь возник после того, как в этом месте чудесным образом появилась икона Николая Чудотворца. Именно этот цветой считается небесным покровителем монастыря. Уже с другим изображением цветого связана интересная история. Она стояла в небольшой часовинке напротив монастыря. И местные жители уже в советское время к этой часовинке часто подходили. Даже туда бросали монетки. Там некто зажигал лампадочку. Ну и таким образом, среди Николая стал на страже у входа монастырь, уже разрушенного и поруганного. Во времена советской власти в монастыре было зернохранилище, поэтому внутреннее убранство сохранить не удалось. Когда сюда в начале 90-х пришли насильники, люди, живущие при монастыре, здесь были только голые стены. Это было в Пребрагиринском храме. Ни иконостаса не было. Пол, как говорится, ходил под ногами. Собралось много местных жителей. Конечно, все это было в диковинку. Вместо иконостаса повесили такой холст, несколько бумажных икон. Ну и служилась первая служба в 90-м году на зимнего Николу. В храмовом комплексе три собора – Казанский, Сретенский и Надвратный Преображенский. Каждый восстанавливали, что называется, всем миром. Роспись новая делали питерские палецкие мастера, новые иконостасы. За 20 лет монастырь отстроили и преобразили. Он снова приобрел былое величие. Монахи обзавелись хозяйством. При Николошартомском монастыре множество подворий. Монастыря свой огород, который, можно сказать, укормит. Своя пасека, свои сельхозугодия. У нас очень большой сенокос, большая молочная ферма. Где-то около 60, может, я ошибаюсь, коров. Своя конюшня есть. Перед каждой службой по этой узкой лестнице старой звонницы поднимается монах. И округу оглашает благовест. С колокольни видно соседние деревни, шую и яблоневый сад в стенах монастыря. Священнослужители рассказывают, что весной запах белых цветов распространяется далеко за пределы виденья.